Кравчейф это был. Ну что ж, дорогие друзья, приглашаю на эту сцену сейчас под ваши аплодисменты Екатерину Берген, а потом, ну, если вы останетесь, еще парочку сам вам прочитаю и расскажу, чего и как. Я уронила перчатку в вагоне, называя стихотворение встречи. Я уронила перчатку в вагоне, в суете и гомоне метро. Никто от пропаж не имеет брони, но мне вдруг сказочно повезло, но, услышав, девушка, это ваше, я оглянулась не передать, что я сказала, не помню даже, так растерялась, не описать. Не богатырь стоял со мной рядом, в скромненькой куртке и сапогах, но закрутило вдруг снегопадом шальное пламя в его глазах. Мне показалось, что мы знакомы очень давно и теперь столкнулись. «Вас проводить?» — спросил до дома. Я лишь кивнула и отвернулась, чтобы не сгинуть в его зеленом омуте добрых, веселых глаз. И я пошла, милите знакомых, учительно думая, вот сейчас надо будет мне с ним проститься, а я не знаю, как его звать. И что придумать? Как исхитриться, хотя бы имя его узнать? Снег под ногами скрипел упруга, ветер геростно тучи гнал, в моей душе бушевало вьюга. И вдруг смущенно он мне сказал, «Прости, что сразу не догадался, меня Александр зовут. А как тебя зовут? А то бы расстались, и ты бы думала, вот чудак!» Случайно упавшая на пол перчатка меня с тобой на всю жизнь связала. Конечно, в жизни не все было гладко, но тридцать лет уже пробежала. И я хочу дать совет девчонкам, кому пора замуж, а в сердце лед. Роняйте, роняйте почаще перчатки, и вот увидите, вам повезет! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Раздумье. Все красивое и хрупкое может быть потому, что желающих много прикоснуться к нему, и частенько на них обращают внимание, и для них это просто как наказание. Начинают от страха невольными шалеть, «Ой, я, кажется, юбку забыла одеть, но не все этим так уж порой недовольны. Грудь вперед, я красотка!» Читаешь невольно. А уроды ведь тоже не пройдут незаметно, и внимание для них, как тюремная клетка. Никуда им не деться от взглядов невольных, и терпеть им соседство порой недовольных. Квозимодо не редко остаются без дел, одиночество часто без семьи худел. Будь хоть гений, но если ты ужасный урод, на работу никто тебя не возьмет. Ну и вывод какой? Хорошо то, что в меру. Может, это и так, но теряю я веру. Красотой уродством никогда не страдала. К сожалению, в жизни добилась так мало. Ну, а может, и зря этим так недовольна. Сколько раз от опасностей уходила, хоть больно это мне доставалось, но все же жива. И, наверное, все-таки я не права. А это стихотворение называется «Наивняк». Мадам, вы явно перебрали, и тут валяетесь в пыли. Вы как вообще в музей попали? Другого места не нашли? Простите, может, я ошибся. Вас негодяй надо крали и действовали так жестоко, что сюда ниточки содрали. Вам холодно? Возьмите плащик, прикройтесь. Тут такой сквозняк. Как мне мешать? Какой показик? И почему я наивняк? Нет, рядом с вами я не лягу. Уж извините, не могу. Про инсталляцию не слышал. Подумают, я пьян в дубу. Вы тут своя, а я проездом. У нас в провинции не так. Сказали мне перед отъездом в столице форменный бардак. Да не долгайте меня в спину, я от греха и сам уйду. Свою вторую половину скорее отсюда и уведу. Ведь ей салухи не докажешь, мол, в ингаляцию попал. Увидит, как по морде умажет. Устроит здесь такой скандал. А ты зачем меня снимаешь? Сейчас аппарат твой разобью. Куда, мерзавец, убегаешь? Ух, если догоню, убью. Вот это вляпался. Мерзавка меня у входа догнала. И голая, ну как пиявка, за плечи крепко обняла. И сразу вспышки засверкали. Она кричит, замри, дебил. Когда б судом не угрожали. Я бы эту гадину убил. Она сорвала с меня брюки, мои семейные трусы. И издала такие звуки при виде неземной красы, что я невольно растерялся. Что было дальше, не скажу. Нет, я ничуть не облажался. Но обо всём, но об одном теперь тужу. Чего мне в жизни не хватало? Кой чёрт меня понёс в музей? Что мне, культуры было мало? Ну, Ванька, милый друг, новей. Теперь, чтоб не терять сознание при виде женщины ногой, Даю, как клятву, обещание В море больше ни ногой. Ну и дурак. Меня б туда Я бы такое натворил, Да обо мне весь мир тогда Ой, забыл. Да обо мне весь мир тогда Заговорил. Чего ты хнычишь и о чём? Тебя развеселить хотели, Дай адресочек и пойдём. Так мне ханжи остачердели, Моя бы, милая, меня Раз в тысячи выше оценила И говорила бы, любя, Какая же в искусстве села. Екатерина Фермина добыла. Меня тоже, как и Екатерину, Ханжи уже достали. А ещё меня достали, Ну не то, чтобы достали, Злопыхатели, завистники, Ну и тролли, конечно же. В фейсбуке почему-то тролли, Вконтакте, там злопыхатели. Злопыхатели.